В правительстве региона обсудили ситуацию заболеваемости корью. Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что с конца декабря прошлого года и в начале 2023-го наблюдалось превышение эпидемиологического порога. В первом квартале было зарегистрировано свыше 100 случаев заражения. Сейчас же эта цифра выросла в два раза. Глава Кабмина доложил, что в республике зарегистрированы и летальные исходы. На данный момент зарегистрировано 10 летальных случаев. Сейчас взрослых и 4 ребенка необходимо тщательно изучить каждый случай и установить причины, которые привели к таким тяжким последствиям, а также принять оперативные меры по устранению выявленных ошибок и нарушений при оказании медицинской помощи на всех этапах. Сейчас свыше 200 человек с ОРВИ и гриппом проходят лечение в медучреждениях, половина из которых – это дети. Премьер поручил министру Минобранауки Яхье Бучаеву, контролировать ситуацию простуды в образовательных организациях, а также принимать нужные профилактические меры. Далее с отчетом выступил в РИУ руководителя управления Роспотребнадзора Залимхана Мариев. В своей речи он отметил, что наш регион занимает второе место по отказу от прививок. Самая плохая статистика наблюдается в столице Дагестана, где заболевших более половины граждан. По этому случаю докладчик обозначил меры, которые нужно применять в очагах заболевания. Это в первые трое суток надо привить всех контактных, кто контактировал. А тех, кто отказался прививаться, их необходимо отстранить, чтобы они не начали заражать. Особенность в том, что больной ребенок начинает заражать окружающих за 3-4 дня до появления клинических симптомов. То есть он еще как здорово ходит в детском саду в этой школе, но он уже вокруг остальных детей заражает. И когда мы уже понимаем, что он болеет, получается так, что 10-15 как минимум детей в своем кругу он уже заразил. Далее выступил мэр Махачкалы Резван Газимагомедов, который сообщил присутствующим, что 7 апреля в столице ведутся ограничительные мероприятия по предупреждению групповой и вспышечной заболеваемости корью и гриппом. Это временный отказ учащихся и воспитанникам в приеме, посещении во всех муниципальных образовательных организациях и гриппом посещения указанных организаций при отсутствии документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кориев, не привитых против кориев, привитых однократно. В соответствии с федеральным законом 157 и постановленным правительством 825, отказ в приеме на работу и посещении и отстранении от работы сотрудников во всех типах и видах образовательных социальных учреждений, не привитых против кориев по причине отказа и не болеющих кориев. В завершении встречи глава Кабмина призвал жителей региона избегать мнения мнимых экспертов-антипрививочников и поручил соответствующим структурам организовать работу медучреждений Дагестана так, чтобы максимально предупредить тяжелое течение болезни и исключить смертельные исходы.